Лада в овертайме переиграла «Металлург». Крылья Советов победили Мордовию, а ЦСКА ВВС потерпел поражение от Ростова. 15 февраля Лада в гостях обыграла «Магнитогорский» «Металлург». Счет был открыт на второй минуте. Отличился тольятинец Дмитрий Огурцов, который вовремя вышел на добивание. На 29-й минуте Владислав Калетника сравнял счет. Вторую шайбу хоккеисты Лады забросили на 49-й минуте, а на 54-й минуте счет вновь сравнялся. Но уже через минуту Денис Баранцев неожиданным броском вывел Ладу вперед. В концовке хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком и смогли сравнять счет, после чего игра перешла в овертайм. И всего за 7 секунд до окончания времени Дмитрий Воробьев принес победу Ладе со счетом 4-3. В воскресенье Крылья Советов в основном составе провели контрольный матч с Мордовией. В игре были задействованы все легионеры Крыльев, которых планируется использовать в кубковом матче с ЦСКА. Единственный мяч был забит на 55-й минуте Адисом Яховичем с точного паса Бруно Телеса. В конце встречи Крылья Советов контролировали ход матча и успешно связывали игру Мордовии, не позволяя создавать опасные моменты около своих ворот. Второй матч соперником из РФПЛ на турецком сборе основной состав Крыльев проведет 22 февраля с Лакомотивом. В воскресенье в Ростове-на-Дону ЦСКА ВВС проиграл в повторной встрече клубу Ростов. Победив со счетом 4-2, ростовчане взяли реванш за поражение в субботнем матче. На 10-й минуте счет открыл Егор Рахимулин, но во втором периоде ростовчане трижды поразили ворот самарцев, получив в ответ всего один гол от Александра Исмаилова. В конце третьего периода летчики заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили гол в пустые ворота, итоговый счет 4-2 в пользу Ростова.